народ всем привет с вами дмитрий fm очередная серия про соболь выхожу утром у меня полностью спущено колесо сейчас компрессором накачаю но то что она спустила это не страшно потому что колеса здесь стоят на соболе не того размера которого хотелось бы и я в принципе вышел сейчас к соболю чтобы поехать за колесами нужного размера дмитрий fm колеса на этой машине установлены 215 на 65 16 я считаю что этого мало для соболя 4 на 4 и плюс ко всему они в очень ужасном состоянии нашел по объявлению в авито не очень дорого покрышки 225 на 75 на 16 сейчас подкачаю колесо и поедем считанные минуты на кассе накачалось колесо пользуюсь компрессором агрессор 75 это 75 литров в минуту 300 ватт 12 вольтовый все колесо накачалось перед тем как я поеду хочу показать рассказать что было сделано за это дни с машины машина показывает пока что сейчас хорошей стороны проехал порядка 640 километров с момента покупки и первый выявленный дефект это был неисправен трос капота он был установлен новый но он слишком длинный был его не отрезали под нужный размер и соответственно здесь вот так вот все это криво лежала трос не работал я его отрезал под нужный размер здесь были вот такие вот штучки на нем прицеплены но это какие-то электрические детали для электропроводки как должен крепиться трос здесь завода я еще не смотрел в дальнейшем разберусь пока стоял как было уменьшив длину получил работоспособную конструкцию капот теперь открывается без проблем проблемы еще были с холостым ходом плавал холостой ход и проблема оказалась в этом розовом проводе чуть дальше в гофре в проводке он был перебитый пришлось разбирать заново защищать собирать теперь мотор работает ровно плюс ко всему здесь сейчас мне не нравится что электро муфта поломанная и вентилятор здесь просто приварили полуавтоматом он крутится все время это создает достаточно сильный шум во-первых во-вторых чувствуется просадок мощности нужно будет разбираться как это починить чтобы это было исправно предыдущий владелец лазил панель приборов менял лампочки и не смог нормальную собрать но либо времени не было либо еще что-то было не до конца защелкнутый корпус стрелка была вот это неправильно установлена показывала погоду они обороты и все вот эти колечки они как-то были криво установлены снял открутил здесь 4 винтика поставил выставил стрелку как положено на ноль теперь работает показывает обороты и собрал защелку до конца корпус в целом все оказалось целое просто не до конца защелкнута еще одна стандартная поломка для соболи для газели была поломана вот эта рукоятка была полностью отломана это уже новое установлено и куплено на стоит что-то типа там 270 рублей точно не помню я покупал несколько запчастей здесь до конца назад обшивку и не поставил потому что вот эту штуку надо поменять она убитая и после того как я установил эту рукоятку все равно дверь не открывается верхний язычок убирается а нижний язычок не убирается потому что у него здесь выработка и он стал форме крючка и чтобы вытащить вверх нужно поддавливать ломик с помощью ломика то я открыл но нужно купить вот этот элемент новый поменять и тогда задняя дверь будет исправно работать плюс ко всему купил купил резинку проем новую поставил стоило достаточно дорого 700 рублей мне это не понравилось но деваться некуда было здесь не было резинки и в машине сильно пахло выхлопными газами предыдущий владелец говорил что где-то сечет труба выхлопная ею пролез всю полностью недостатка в трубе не выявил никаких и обратил внимание что в заднем проеме не было никакой герметизирующей резинки с такой история раньше сталкивался если нет резинки на задних дверях там буханка уазик неважно жигули четверка то все выхлопные газы захлопной трубы засасывается салон и очень сильно пахнет так и оказалось поставил резинку запах ушел в целом это все работы которые были проведены по соболю за 640 километров эксплуатации бегает пока что все нравится дмитрий fm самая главная новость про соболь предыдущей серии рассказывал что здесь отсутствует раздатка я заказал раздатку из другого города раздатка приедет от газ 66 переделанная на станке флянцы будут установлены которые подходят уже к карданным валам соболь приедет эта доставка примерно 6 сентября ну может быть там плюс-минус неделя сильно загадывать не буду продавец мне показался очень общительный нормально пообщались через а вид я его нашел почитал комментарии в целом люди которые покупали у него я нашел даже на ютубе видео кто покупал остались довольны покупкой цены ничего пока называть не буду ссылки тоже говорить не буду потому что пока сам лично не увижу что мне пришлют за мои деньги какого качества как она будет работать рассказывать смысла не вижу но в дальнейшем конечно в сериях следующих будет процесс установки раздатки г-66 на соболь и об этом всем я вам расскажу и покажу как это будет проходить сам с нетерпением жду раздатку потому что купил полный привод соболь а в полной мере воспользоваться им не могу езжу просто как на заднеприводные автомобили а сезон еще лето хочется куда-то на пляж на песочек пробраться в принципе как я ездил на у вас буханки также мы выезжали уже на природу на соболе естественно без бездорожья просто по грунтовке по обычной из плюсов могу отметить что немножко больше места чем буханки достаточно комфортно расположилась семья весь день провели на природе в багажнике поставили стол стул и можно было спрятаться от ветра воспользоваться газовой плиткой не задувало огонь и комфортненько приготовить еду сейчас серия такая типа новости установка колес какая-то еще небольшая информация про соболь вся основная техническая информация будет в сериях дальше подписывайтесь не пропускайте и расскажу еще раз будет устанавливаться раздатка газ-66 переделываться ступицы для установки хабов чтобы можно было полноценно передний мост отключать но еще какие-то дополнительные работы которые будут производиться все буду конечно показывать в сериях а сейчас мы отправляемся по объявлению за покрышками дмитрий ф.м. мужики в общем купил покрышки подъезжаю же к шиномонтажки известные мне в моем районе и я чувствую что у меня переднее правое колесо уже практически в ноль руль повернут налево потому что тянет вправо останавливаться уже не буду осталось здесь буквально метров 200 я возле шиномонтажки в общем смотрите вот такая вот история прям чудом хватило воздуха покрышки доехать до шиномонтажа а вот и новые покрышки бушные новые покрышки так резину решил брать то что мне по деньгам подходит кама 219 размер искал именно 225 на 75 16 единственное хотел взять цешку но вроде как на форму полазил на соболь не так уж и критично если была газель тогда да и там грузоперевозки а у меня перевозки собственной жопы поэтому грузов не будет можно взять и не цешку цена очень очень подошла мне очень переживаю так как покрышки купил без дисков не знаю как они будут выглядеть когда накачают бывает такое что лопается где-то корт и в накачанном состоянии покрышка вся кривая вроде визуально покрутил посмотрел целые но действительно ли это так это мы сейчас узнаем после шиномонтажа правая сторона тяжелее тут запаска лежит справа плюс дверь справа дополнительно и калитка открыт сейчас закрою полегчает так напомню покрышки стояли 215 65 16 и вот выглядели они как вы можете видеть очень маленькими задние колеса установили и внешний вид прям поинтереснее стал сразу 225 215 вот так это выглядит намного интересней дмитрий фн народ смотрите какая красота получилась конечно это не 33 не 35 колеса это вот я не помню размер в дюймах 225 на 75 16 что-то около 30 дюймов 29 или 30 точно не помню но я вам скажу что вид у машины поменялся сильно нравится сейчас будем тестировать так спасибо большое шиномонтажу это автосервис дом авто ссылочки на их канал youtube я оставлю город волгоград биржинский район кому интересно кому необходимо в нашем городе обращайтесь рекомендую всегда к ребятам приезжают все на высшем уровне так проверить закрыл я багажник покажу вам барахло которое сняли стояла 215 65 16 теперь поеду протестирую как это все работает не хватает камеры заднего вида задом коздаешь не видно что там именно за багажником то есть по зеркалам слева справа как бы ты видишь обзор а за багажником кто-то может стоять и приходится бибикать каждый раз когда задом сдаешь так пробую старт сейчас машина проезжает самое первое чего я очень сильно ждал машина перестала танцевать влево вправо потому что старые покрышки которые снял были восьмеркой яйцом я не знаю как это назвать она вся вот так вот плясала машина сейчас едет ровненько ну скорость пока небольшая 40 км в час но я уже чувствую что она едет ровно она и танцует как раньше вот это кайф слушайте я не знаю то ли это психологический такой момент но у меня такое ощущение что я как будто бы чувствую эти вот прибавку 4 с половиной сантиметров рост но наверное это психологически потому что навряд ли можно это ощутить но в целом классно мне нравится как колеса едут дмитрий фм давайте подведем итоги колеса установил мелкие косяки у машины устранил заказал раздатку га 66 она должна приехать примерно 6-10 сентября 2022 года как только она приезжает я снимаю видео про установку этой раздатки и машина станет полноценным полным приводом до этого момента будут выходить серии по обслуживанию переборки переднего моста залезу посмотрю что с задним мостом но и в целом какие-то будут доработки какие проводится по машине я буду снимать серию и обязательно с вами делиться подписывайтесь на канал с вами был дмитрий фм ставьте лайки пишите комментарии всем пока дмитрий фм но еще разочек посмотреть смотрите прям преобразился соболь поинтереснее стал выглядеть ну и протектор здесь живой резина свежее да резина лысая было абсолютно как то так